МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире деловые новости. В студии работает Владимир Беляков. Агентство «Спутник» сообщает. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал расширить полномочия Национального банка страны. Время показало, что Национальному банку, как регулятору, необходимо работать в превентивном режиме. Следовательно, ему законодательно надо дать больше возможностей для контроля над банками, сказал президент, выступая на совместном заседании Палат парламента. Он попросил депутатов внимательно изучить этот вопрос. Это необходимо, чтобы не допустить провалов в деятельности частных банков, за которые потом рассчитывается государство, заключил президент. ТАСС передает. Второй и заключительный день работы саммита БРИКС открылся встречей лидеров пятерки с главами государств, приглашенных к совместной работе. Этот формат является инициативой китайского председательства и получил условное обозначение БРИКС+. Как пояснил ранее помощник президента России Юрий Ушаков, в этой работе принимают участие руководители пяти развивающихся стран и государств с формирующимися рынками с разных континентов, а не только соседи страны-председателя по региону, как это было раньше. В саммите в Сиамене в качестве приглашенных гостей участвовали президенты Египта, Таджикистана, Мексики, Гвинеи, а также премьер-министр Таиланда. Встречей в формате БРИКС+, саммит в Сиамене завершился. Инвестиции, безопасность и борьба с коррупцией были центральными темами этого форума. Следующий саммит состоится в 2018 году в ЮАР, который с 1 января перейдет председательство в пятерки. Вести экономика сообщают, «Саудовская Аравия повышает отпускные цены на октябрь на все сорта нефти, экспортируемые в Азию и страны Средиземноморья», сообщила госкомпания Сауди Арамка. Кроме того, компания повысит отпускные цены и для американского рынка. Повышение коснется практически всех сортов. А вот для европейского рынка цены по большей части снизятся. Издание отмечает, что дальнейший рост стоимости нефти выглядит весьма вероятным. В отчете CME Group, ведущей сырьевой площадки в США, говорится о плохом финансовом состоянии сланцевых компаний в Соединенных Штатах. Поэтому дальнейший бум в сланцевом секторе вряд ли возможен. Таким образом, можно сделать вывод, что меры по стабилизации рынка нефти, инициированные Россией и реализованные совместно с ОПЕК и другими нефтедобывающими странами, принесли свои плоды. С сегодняшнего дня узбекский СУМ по официальному курсу подешевел почти вдвое, сообщает РБК. В пресс-релизе Центрального банка Узбекистана говорится, что девальвация произошла в соответствии с указом президента Узбекистана о мерах по либерализации валютной политики. В нем говорилось, что использование рыночных механизмов при установлении курса национальной валюты является одним из приоритетов.